Всем привет! Сегодня к нам привезут дрова. Мы вышли уже на улицу. Сейчас приедут выключить канализацию и привезут дрова. Утром позвонили, согласовали время. В общем, скоро подъедут, муж выгоняет машину с ограды. Снег у нас сегодня ночь ушел. Так, немного выпало, но все равно вышли его убрали, немного почистили местами. В бане забыла дверь закрыть. В общем, после той ситуации, которая происходила у нас с сотрудниками ПДН, пока везде тишина. Мы не слышим, как бы сплетен, никаких-то больше новостей, любопытства только произошло у нас от соседа. Он немного выпил. Юля очистила снег. Он подошел к ней и спрашивает, а че к вам полиция приезжала? Ну, как бы Юля ему говорит, к вам какая разница? Приезжала и приезжала. Мы же к вам не приходим и не спрашиваем, кто к вам приезжает, кто приходит, ну, как бы и так далее. То есть, у каждого своя жизнь, то есть, ну, никто не вправе никуда лезть. Но он еще постоял-постоял, говорит, видно ждал, что я что-нибудь начну рассказывать, в оконцовке ушел. Но любопытство, как говорится, среди граждан до сих пор еще имеется. Ну, некоторые, как бы, комментарии были не на ютубе, а в других социальных сетях были о том, что как будто мы находимся на карандаше. Люди, сути, не знают, но делают такие выводы. Ну, от некоторых комментариев, конечно, нам аж смешно становилось, потому что делать выводы на основании, как говорится, неполной достоверной информации и обвинять человека, как сказать, умничать, делать доводы, домыслы. То есть, ну, у каждого человека свое мнение. Сколько людей, столько и мнений, как говорится. Поэтому, как бы, сейчас все тихо, мирно, спокойно. Готовимся мы, я ли, к день рождения. Потихонечку мы закупаем продукты, думаем еще. Конечно, скорее всего, мы никуда не поедем, потому что погода, и у нас Каролина немного приболела. Приболела она как? Температура у нас поднялась два дня подряд. Она, ну, как поднимается, испадает. Это мы думали, что она простыла, но оказалось, это все на зубы, потому что у нее их по несколько сразу вылазить начали. В общем, так как у нее сейчас резут зубки, и, скорее всего, как бы, ну, вот это состояние ее, оно немного тяжелое, мы никуда не поедем. Приедут гости, мы посидим дома, отпразднуем ему день рождения, подарим подарков, и все. А сейчас к нам приедут, привезут дрова, и мы начнем работать. Детки катаются. Ярик вечно ползком. Не отстегнул себе на ботиночках крепежи, чтобы подниматься хорошо. Так теперь скользит. Привезли нам дрова. Сейчас муж отгонит машину, и они будут заезжать во двор, выгружаться. Сейчас пойду одеваться и перекидывать, сразу убирать их со двора, потому что машину надо будет загонять. Выгружаются нам дрова, они сами. Сейчас выгрузят, рассчитываются. Еще кидают. Сейчас мы и работать начнем. В баню, которые поменьше, мы в баню будем, потому что там печка маленькая. А большие, то в мой влезут. Сейчас домой занесемся. В баню. Муж говорит, крупно порубленные. Для нашей бани, это маленькой печкой, будем колоть еще на несколько частей. Ну вот, нам выгрузили. Сейчас я подробно все расскажу. Сколько мы взяли кубов, сколько мы оплатили, и почему мы столько взяли. Сейчас проводим мужчин. Все, они поехали уже. Сейчас машину муж выключит, и я вам все подробно сейчас расскажу. Приехала машина. Сейчас выкачает. Через 4 дня опять будет качать. А, этот столб. Детки еще гуляют, наши уже домой зашли. Сейчас пойдем дровами заниматься. Расскажу вам, почему мы купили два куба дров. Потому что, когда мы покупали этот дом, сюда заехали, нам сказали, что они покупали две машины дров. И за одну машину мы им должны как бы рассчитаться, потому что дрова здесь остаются. Ну вот, мы отдали им 8 тысяч за машину дров. И в прошлом видео я говорила о том, что нам этих дров хватило на месяц и неделю. Получается. Естественно, машину мы, ну как, не стопили. Потому что в машине, как говорится, ну там вот, например, 5 кубов дров. Ну, если по подсчетам, там, например, ну, на месяц два с половиной, ну, максимум три. И, ну, можно без бани, например, протопиться. Потому что дом очень теплый. Сейчас мы взяли два куба дров. Отдали мы, вот тут куб стоит колотый дров, березы, 1800. Мы отдали 3600 за два куба дров. И 500 рублей была доставка. Потому что, ну, два куба, как бы, ну, это мало считается. Поэтому 500 рублей доставка. Если бы мы заказали 5 кубов, доставка была бы, ну, бесплатной, естественно. Мы решили, что мы возьмем два куба дров. Муж уже невооруженным взглядом посмотрел и говорит, ну, там столько и было. Вот сколько сейчас привезли. Мы посмотрим, для чего мы это сделали. Мы сделали для проверки. Мы сейчас эти два куба, вот с сегодняшнего дня, я запишу число, когда нам привезли. И будем смотреть, насколько нам это хватит. Вот действительно, насколько хватит. Потом я позвоню бывшим владельцам и объясню ситуацию. Потому что, как бы, ну, это не дело. И деньги, как бы, тоже на дороге не валяются. И как, ну, если там была машина дров, как бы, ну, 8 тысяч мы оплатили. И протопиться всего лишь месяц, ну, я считаю, что это неуместно. И, ну, как, как это еще объяснить? Ну, это некрасиво будет с их стороны. Сейчас мы перетускаем дрова и будем смотреть, сколько. Насколько их хватит. Ну, по подсчету, так как у них была, например, ну, машина дров, да, вот на сумму 8 тысяч, там, чуть даже поменьше машины дров, потому что, ну, если 1800, 5 кубов, это 9 тысяч входит. Ну, значит, получается, там было 4 куба дров с копеечками, так. Поэтому мы сейчас посмотрим, насколько нам это хватит. Сейчас поближе так все поснимаем. Там машина работает. Вот такая у нас кучка. Кстати, я ее обойду. Ой, не упасть бы. Извиняюсь за звук. К нам еще петличка не пришла. Посуда где-то в пути. Ну, так. Выглядит 2 куба дров. Ну, вот. Перетаскали мы дрова. В этот раз сюда больше занесли. В прошлый раз было по коробку, наверное, чуть-чуть пониже. Сейчас выше коробки, в этих коробках, там книги и журналы. Там пакеты большие лежат. Это в чем мы вещи привозили. От рук парит, перчатки сняла, и пар с рук идет. В общем, вот. До потолка здесь чуть-чуть. Сюда мы занесли эту часть. Сейчас я вам пойду, покажу на улице. Сейчас осталось только поднести. Мусор убрать, который, ну, ногами натаскали. Снег, да, щепки здесь. Плюс мы домой занесли еще дрова. Сразу на вечер, на утро. На следующий вечер. Вот. И здесь так же. В прошлый раз было вот это вот поверху, так поленится вот это. Нижняя часть была меньше. Она была где-то вот так вот до пола. Вот получается. Вот по... Вот эту часть. То есть вот так она была. В этот раз здесь больше. Во-первых, больше, потому что мы домой занесли. Дома я тоже чуть-чуть засниму, покажу. А потом мы вот в кладовке сделали поленницу выше, тоже больше занесли. И здесь намного больше. В баню еще занесли. Получается, еще плюс мы занесли в баню. И домой. И теперь будем от этого отталкиваться. Насколько нам хватит этих два куба дров. И вот на вечер, на утро занесли дрова сюда еще плюс. Убирали дрова. Подняли в предбаннике, в коридоре. Везде все убрали, набили порядок. И домой зашли. Хотела вам показать небольшую распаковку. Нам пришла посылка. Мы заказывали постельное белье. Детям мы заказывали в прошлом месяце. И девчонкам мы заказали. Ну, уже в этом месяце пришло. Наши еще пока не пришло. Скорее всего, ну, как бы мы не скоро туда поедем, откуда мы забираем это постельное белье. Поэтому мы будем, ну, как, делать перезаказ на другое место. Это у нас постельное белье Оли. Она полуторка, бязь. Стоит она 1850. И оно все из Иванова. Вот такое вот. Мы еще, как бы, ну, не открывали. Как, не разворачивали. Ткань очень хорошая, потому что нам давали потрогать, ну, как на ощупь руке. И здесь это бабушки Юли взяли постельное белье. Город любви называется. Он двухспальный. И здесь у нас... Так. Сейчас скажу, что это у нас. Да, Вячеслава, это у нас паплин. Кома 8-процентный. Тоже это из Иванова. Она открывается вот так вот книжечкой. Здесь пододеяльник простынь и две наволочки. Здесь также кусочек ткани. То есть потрогать на ощупь можно. Да, доча? Да. Температуры нету? Нету, хорошо. Сядь чувствуешь, да? Да. Куда полезла? Помощница. В общем, оно стоит... Ой. 1350, забыла, по-моему. 1350 или 1450, что-то такое. Это мы взяли мальчишкам. Так, это тоже хлопок. Сейчас отдам. Трансформеры рисунок. Здесь также идет простынь пододеяльник. Две наволочки. Полутораспальные вот такие вот они. Они стоят по 1250 или по 1150. Все, поперепутались все эти суммы. Вот два комплекта и одинаковые. Еще они выбрали себе по комплекту только разные. Эти мы выбирали с мужем вдвоем, без их участия. Поэтому взяли одинаковые. Да, доча? Ну на, держи. Поэтому, когда домой уже принесли, показали, они, ну, как бы довольны, но им надо раздельно разное. Ну, естественно. Поэтому дали им выбор, они сделали, и чуть попозже мы им закажем. Еще, как это сейчас будет, ну, как смешно звучать. Я заказывала детям булавки от сглаза. Дочь мы вешали на кроватку. Здесь идет дата рождения, число и год. И в этой деревне оно, как говорится, пригодилось. Вот такие вот красивые. Это у нас ялику зелененькое. Что-то мама интересное показывает, да? Тебе не дает? Нет? Не дает? Это у нас королевая. Не дам, не дам. Бусинки вдруг ты их порвешь. И в рот еще потянешь себе. Вот это Каролине. И сейчас Димина. Вот такая Димина. У Ярика почему-то пришла она маленького. Дай маме, дай маме. Маме дай? Дай маме посмотреть. У Ярика она пришла маленького, прям такого размера. А у Димы с Каролиной вот такие вот большие. Да? Сейчас по мешочкам размножу. Да? Всем пока-пока будем махать? Пока-пока будем махать? Да? Всем спасибо, что нас смотрите, поддерживаете. Всем спасибо. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok